Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Львира Фазлива. И сегодня мы расскажем, что на улице Зорге прямо на автомобиле упали два столба, держащие троллейбусные провода. Мы когда, видимо, тронулись, он рогами зацепил провода, у него отскочило и потянул за собой стол. Покажем, как пьяный водитель пытался выехать из двора на проспекте Победы. А за что вас остановили? И что из этого вышло? Все, он отказывается, слышите, да, не будет. Я пьяный. А также преступный аромат. В магазине косметики и парфюмерии, расположенном в одном из районов города Казани, без согласия правообладателя незаконно использовали товарные знаки различных косметических фирм. Полицейские в Казани изъяли поддельный парфюм. Это и не только. Прямо сейчас. Два столба и троллейбусные провода рухнули сегодня утром на дорогу на улице Зорге. Один столб упал на асфальт, повредив при этом автобус и Volkswagen Tiguan. Второй обвалился прямо на припаркованную Газель. Повреждения владелец грузовика оценивает как тотальные. Айрат Назипов поговорил с участниками происшествия о причинах и последствиях. Вообще аварии не было. О, как. Несчастный случай был. Водители только начали трогаться со светофора. Как полетели искры. Стали падать провода и рушить столбы. По рассказам участников происшествия, троллейбус, стоящий вместе с ними, при начале движения штангой зацепил трос. Мы когда, видимо, тронулись, он рогами зацепил провода, у него отскочило и потянул за собой стол. Вот эту всю конструкцию здесь с проводами. И вот, получается, упал вот этот стол, вот этот и все вот эти укрепления проводов и провода сами. Люди в происшествии не пострадали, а вот автомобили получили серьезный ущерб. Воюзель Volkswagen относительно повезло. Столб упал в метре от его машины. Провода при падении повредили заднее стекло его транспорта. Будем документы все оформлять, чтобы компенсировали. Я не знаю сейчас, как это все оформлять правильно. Первый раз такое умеет. Досталось также автобусу и газели. Водитель последний припарковал свой автомобиль возле рынка и ушел покупать запчасти. Когда вернулся, обнаружил неприятный сюрприз. Хуже сменять. Восстановление. Не восстановишь. К месту происшествия подтянулись аварийные службы. На время восстановительных работ линию электропередач пришлось обесточить, в результате чего движение троллейбусов было полностью остановлено. Точный материальный ущерб, как и истинную причину произошедшего, еще только предстоит установить. Айрат Назип, Наилль Абдулин, Вызов 112. Водитель Ford Focus не смог проехать этим утром сквозь пустую арку при выезде со двора дома на проспекте Победы. Он умудрился разогнаться и врезаться в бетонную стену. После удара двигаться иномарка самостоятельно больше не смогла. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что за руль мужчина сел в нетрезвом состоянии. Что было дальше, расскажет Вероника Ганюдзинова. Мужчине было тяжело не только говорить, но и ходить на своих двоих. Решил, что ехать он сможет и сел за руль. Но вождение в таком состоянии быстро дало ожидаемый результат. Водитель Ford Focus не смог проехать через арку и въехал в бетонную стену. Проезд во двор был полностью перекрыт. А тут за ним погони не было, не знаете, вы там один что ли? Я не слышала, честно, погони не ослышала, только звук и все, я думаю, что-то случилось или чего-то. Ну вообще что-то говорил вообще или ничего не говорил? Он ко мне направлялся, я отвернувши ушел. Сейчас скажешь, машину убери или еще что-то. То есть полицейский только через пять минут допрят? Ну где-то так, да. Прибывшие на место автоинспекторы усадили мужчину в патрульный автомобиль. Объясниться, тем более на камеру, он явно не желал. Вы не садились, да? Подождите, не закрывайте. А за что вас остановили? Установив личность водителя, инспекторы предложили пройти ему экспресс-тест на алкоголь. Мужчина отказался, хотя и признался понятым о своем состоянии. Все он отказывается, слышите, да? Не будет он. Я пьян. Медицинский учреждение проехать, согласен? Нет. Тоже не поедете? Нет. Медицинский учреждение не проедете? Теперь выпившему за рулем мужчине грозит лишение водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Нейль Абдулин. Вызов 112. Десяти кражах из магазинов и аптек в Казани подозревается 39-летний уроженец Нижегородской области. Заявления в полицию стали поступать с конца ноября минувшего года. Полицейские предположили, что все преступления – дело рук одного и того же человека. Все совершены примерно в одно время, в период с двух до четырех часов утра, когда на улице нет прохожих. Двери были пластиковые и были легко вскрыты отверткой, либо просто сломаны. Подозреваемого задержали. На допросе мужчина рассказал, что приехал в столицу Татарстана лечиться от наркотической зависимости. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». А полицейские устанавливают, причаст ли он к другим аналогичным преступлениям. В ноябре он сбежал из реоцентра и снял квартиру, и на жизнь стал зарабатывать кражами. При этом большую часть денежных средств он тратил на наркотические средства. В настоящее время расследование уголовных дел по всем установленным фактам, возбужденным по статье «Кража», продолжается. Незаконные духи изъяли оперативники в одном из магазинов косметики и парфюмерии в Казани. Товарные знаки различных фирм использовались без согласия правообладателя. Общий ущерб владельцам брендов составил более 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 1 ст. 180 Уголовного кодекса РФ. Это незаконное использование товарного знака. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – строительная работа на срок до двух лет. Помощь спасателей потребовалась трем рыбакам в Алексеевском районе. Мотоцикл с большими надувными колесами провалился под лед вблизи поселка Саканы на Каме. К моменту вызова спасателей один из рыбаков находился в воде. Сотрудники поисково-спасательного отряда забрали троих пострадавших. Их доставили на берег и передали в руки полицейских. Одноэтажный дом полностью сгорел сегодня днем на улице Шевченко. В момент возгорания в здании никого не было. Выяснилось, что в сгоревшем жилище проживала семья из четырех человек. Дом они снимали несколько лет. Что стало причиной произошедшего, выяснила Айгульба Друдзинова. Я из дома вышла, увидела дым. И позвонила, считай, пожарным сначала, а потом уже позвонила маме, чтобы она позвонила хозяйке в квартире дома. Пожарных вызвали соседи. В момент возгорания в доме никого не было, а потому в происшествии никто не пострадал. К приезду огнеборцев одноэтажный дом был полностью охвачен огнем. Спасать уже было нечего. Старый проводка. Ну, наверное, дом старый. Может быть, проводка. В доме проживала семья из четырех человек. По рассказам самих жильцов, этот дом они снимают около десяти лет. По документам сдавали или просто как? По договоренности? Просто по договоренности. Восстановлению дом уже не подлежит. Теперь дознавателям предстоит установить точную причину возгорания. От этого и будет зависеть, кто кому будет предъявлять финансовые претензии. С начала года в Казани в результате аварии погибли 10 человек. 337 получили различные травмы. И, обеспокоившись данной статистикой, автоинспекторы проводят различные мероприятия. Так как основная масса виновников ДТП – это неопытные водители, акцент был сделан на тех, кто только собирается получить водительское удостоверение. Но в Саминязово подробнее. Страшные кадры краткометражного фильма, рассказывающего о причинах и последствиях автомобильных катастроф, надеются, автоинспекторы станут уроком для молодых водителей. Их показали тем, кто пришел впервые сдавать экзамены на права. Статистика говорит, что именно по причине отсутствия достаточного опыта у водителей наиболее часто случаются трагедии на дорогах. С начала текущего года на территории города Казани зарегистрировано 220 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек погибли и 254 получили различные степени тяжести и травмы. В большинстве своем под колесами автомобиля гибнут люди самого активного и трудоспособного возраста. В данном констекте приходится говорить о низкой культуре участников дорожного движения. Агрессивность, стиль вождения, превышение скорости, нарушение других правил дорожного движения – в этом и заключается причина трагедии, уверены сотрудники ГИБДД. И чаще всех правила нарушают неопытные водители. Примеров, к сожалению, более чем достаточно. На Фесса Минязова, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.